Духовный рост ясно предписан в Библии. Смысл его заключается, в принципе, в одном главном факторе. Это душа, которая обретает спасение через заместительную жертву по Иисусу Христа, она становится больше и больше похожей на Христа в его характере и в его деле. Вот когда наблюдает человек за собой, и он может посмотреть, насколько в его жизни стало больше внутренних качеств, которые похожи на Христа, которые связаны со Христом. Есть несколько мест в Священном Пописании, которые об этом говорят, посланники Фесянам, в частности, в третьей главе мы читаем молитву апостола Павла, где Павел молится конкретно и говорит, верою вселится Христу в сердца ваши, то есть, он говорит к верующим людям, он говорит о том, что верующим людям необходимо, нужно постоянно большая степень наполнения Христом, то есть, когда Христос наполняет сердце человека в большей и большей степени, и подчеркивает, в чем это выражается, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуться всеми святыми, что широта, долгота и глубина, высота, то есть, он конкретно говорит о том, что наша душа сама по себе мелкая, наша душа не способна иметь вот то качество, которое необходимо, или которое есть у Иисуса Христа, и когда мы познаем Христа, то вот тогда он здесь говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, любовь – это главный плод духа, написано плод же духа любовь, радость, мир, долготерпение, так вот, любовь, она включает в себе все остальные плоды, и радость, и мир, и долготерпение, и кротость, и вера, и милосердие, и так далее, так вот, когда он говорит здесь, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, по мере того, как человек наполняется Христом, его внутренний мир, он обретает способность больше любить, больше радоваться, иметь глубокое состояние мира в своей душе, иметь способность к преодолению трудностей, любить тех, кто тебя не любит, побеждать свой грех, побеждать разные дьявольские нападки, быть свободным от уныния, когда все плохо, это одна сторона. Есть еще вторая очень важная сторона духовного роста, смысл ее заключается в том, что я возрастаю в том, чтобы жить для Христа, то есть, по мере того, как человек наполняется Христом, он не только становится больше похожим на Него, он в большей степени живет тем, чем живет Христос, а это значит, Христос здесь на земле спасает грешников, утверждает церковь, он строит церковь, он созидает церковь, и поэтому духовный рост заключается в том, чтобы человек мог в большей степени быть проводником воли Иисуса Христа вот в этом смысле, в этом направлении жизни. Это очень важный элемент, который каждому человеку, каждому христианину нужно помнить и практически понимать. Спасибо, все очень ясно и понятно. Очень понятно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова